Доброе утро, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня мы выходим не в формате трансляции, к сожалению, были неполадки, поэтому я записал для вас полный обзор для того, чтобы вы смогли его посмотреть в записи и получить всю необходимую информацию. Ну а я напоминаю, что данное видео выходит в рамках проекта трейдеры, проект о настоящих трейдерах и на сияющих деньгах, сегодня наш шестьдесят четвертый выпуск. Напомню, что в рамках данного проекта я веду торговлю на собственном счете, а значит и рискую собственными деньгами. И каждый, кто хочет торговать, должен помнить, единственное, что в трейдинге вы можете контролировать на сто процентов, это свое отношение к риску. Полную информацию о рисках вы найдете в описании к этому видео. Ну а моя стратегия заключается в том, чтобы не рисковать более чем одним процентом своего портфеля, и это, пожалуй, единственное, в чем я рекомендую следовать моему примеру. Вы также можете получить полный доступ к статистике моей торговли, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Ну а сегодня у нас понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, что же у нас произошло на предыдущей неделе, посмотрим экономический календарь для того, чтобы посмотреть те события, которые могут повлиять на рынок на этой неделе, ну и, соответственно, сформируем план на предстоящую неделю. Итак, давайте начнем с экономического календаря. Я также напомню, что прошлая неделя была довольно-таки волатильной, но не в плане публикации макроэкономических данных, а в плане тех действий, которые проводили американские компании, которые пытались остановить падение своих акций, выкупая их обратно. Ну и что, собственно, привело к остановке падения индекса S&P 500, который в моменте за несколько дней падал порядка 6%, но к концу недели уже вырос на более чем 3%. Ну и посмотрим, насколько дальше сможет эта динамика сохранится. Ну и по поводу событий, которые ждут нас на этой неделе, то здесь важно обратить внимание, во-первых, начиная со вторника. Во вторник выйдут данные по Великобритании, это количество заявок на пособие по безработице. Пока по прогнозу ожидается увеличение, что может негативно сказаться на британской валюте и подтолкнуть к дальнейшему снижению, которое на текущий момент сохраняется. А также во вторник выйдут данные по базовому уровню инфляции в США, то есть ожидается, что он остается на прежнем уровне, а вот годовой уровень инфляции, он вполне вероятно, что может увеличиться, что может подтолкнуть котировки американской валюты как раз в том направлении, которое мы уже давно и ожидаем, которое ожидается на фоне понижения процентных ставок. Следующие в среду выйдут данные также по Великобритании, это уровень инфляции, темпы роста по Германии будут опубликованы и данные по Австралии. Также напомню, что те трейдеры, кто торгует австралийский доллар, здесь большинство событий оно, безусловно, происходит ночью, то есть в европейской части света, а там когда как раз в европейской части света ночь. Поэтому важно обращать внимание при торговле на данный актив и также новозеландский доллар, что все события они публикуются как раз ночью по нашему часовому поясу. В четверг выйдут данные также по Австралии, это уровень безработицы, пока ожидается, что он останется на прежнем уровне и данные по розничным продажам США, также ожидается снижение. Ну и оно и понятно, возможно, что как раз торговая война на это и влияет. Ну и завершится пятница индексом доверия потребителей от Минчиганского университета и собственно здесь ожидается пока снижение по данному активу. Основные информации, которые выходят это инфляционные показатели, которые могут как раз показать на том, где находится сейчас инструмент, но опять же с точки зрения общей картины событий рынок выглядит не так волатильно. Итак, давайте начнем. Давайте начнем непосредственно с валют по паре евро-доллар. Здесь для себя, как одной из вторых идей на эту неделю, я рассматриваю непосредственно продажи. Продажи, которые здесь могут произойти, могут не произойти, но опять же для трейдера важно держать то, что он хочет увидеть и ждать данную ситуацию. Здесь я буду ждать продажи и с точки зрения часового таймфрейма рассмотрю ситуацию, при которой если цена сможет закрепиться ниже области поддержки на 1.1177, то здесь я рассмотрю для себя как раз открыть сделку на продажу с целями снижения до 1.1030. Диапазон движения здесь может быть порядка 150 пунктов и попробую для себя получить наиболее оптимальную цену соотносительно стоп-лосса и профи, то есть, по крайней мере, попробую зайти с риском 1 к 3. Но для начала, для того чтобы отслеживать данную картину, мне нужно увидеть закрепление ниже отметки 1.1178. Если это произойдет, то данную ситуацию я для себя рассматриваю. Ну вот первые 15 минут, сейчас у нас 10.15, соответственно первые 15 минут мы видим падение по данному активу и, соответственно, посмотрим, насколько оно здесь продолжится и сможет ли пара закрепиться ниже данного уровня. Пара британский, фунт американский доллар, ну вот как мы с вами говорили, уже несколько месяцев подряд практически без каких-либо коррекций мы снижаемся, дошли до уровня 1.20. Соответственно, здесь также продажи не сохраняются, но с точки зрения часового таймфрейма. Последний импульс, который мы здесь получили, был как раз в пятницу, вот завершился данный боковик, на котором как раз я не хотел покупать, так как сигнал был не очень однозначный по моей торговой стратегии, поэтому здесь вход на покупку я пропустил. И, соответственно, сейчас она двинулась дальше по нисходящей, соответственно, посмотрим, на каких уровнях она сможет остановиться. Но продавать сейчас довольно-таки рискованно, то есть, опять же, продавать по самым минимальным ценам А для покупок еще времени не пришло, то есть мы пока еще продолжаем снижение. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь сохраняется тенденция нисходящая с точки зрения часового таймфрейма, а с точки зрения нового пока у нас тренд движется по направлению вверх, но что расходится как раз с фундаментальными данными, которые влияют на американскую валюту. Была возможность присоединиться здесь на продажу на прошлой неделе при ретесте уровня на 1.3273, но, как я и говорил на нашем стриме, здесь я рассматриваю для себя ситуацию чуть выше, на 1.3305, поэтому здесь я в эту сделку не вошел, но вот сейчас мы остановились еще в области поддержки, которая была сформирована в начале августа и будем смотреть, сможет ли цена его пробить. Возможно, мы сейчас увидим еще одну волну коррекционного движения и после нее уже пробой у области поддержки на 1.330 и дальнейшее нисходящее движение. Поэтому здесь пока с точки зрения числа таймфрейма продажи здесь сохраняются, но я здесь нахожусь вне рынка по данному активу, поэтому здесь пока приоритет также остается именно на продаже. По паре американский доллар, японская иена здесь продажи продолжаются, сохраняются. Вот мы в небольшом бэквике сейчас колеблимся, в пятницу смогли обновить локальный минимум, что, собственно, подтверждает сохранение на текущем данной нисходящей тенденции, но мы видим, что волатильность день от дня снижается. Возможно, здесь как раз нужен драйвер или снижение, или коррекция, которую здесь мы можем увидеть, и продолжение уже дальнейшего восходящего движения. Но пока здесь тоже остаюсь вне рынка по данному активу. Австралийс нащупал область поддержки вот этой большой свечой, которую мы видим на дневном таймфрейме. Мы видим, что пока сложно преодолеть область 66.81, и Австралийс начинает корректироваться. То есть мы сейчас находимся с точки зрения числа таймфрейма в фазе восходящего движения, но такие ситуации, которые происходят с такой повышенной волатильностью, то есть здесь было движение порядка 100 пунктов, хотя в среднем по данному активу мы видим волатильность порядка 50-60 пунктов, то есть была аномально высокая волатильность. Здесь пока был сформирован сигнал на покупки, но стоп-лосс по данной ситуации крайне большой, поэтому опять же здесь я в сделку не входил, и посмотрю, возможно, здесь будет еще одна волна нисходящего движения как раз для того, чтобы протестировать этот уровень поддержки. Вот если выход из него будет уже по нормальной волатильности, то я для себя также ситуацию тоже рассмотрю непосредственно на покупки, но опять же покупки здесь пока идут контртрендовые, то есть это контртрендовая стратегия, и я буду смотреть, как ситуация будет развиваться. То есть пока опять же продавать по самым минимальным значениям нужно дождаться какого-то коррекционного движения для того, чтобы входить в рынок по более оптимальной цене. Примерно такая же картина и с новозеландцем. Мы нащупали поддержку в области также минимальных значений сентября, то есть фактически год назад мы находились на тех же самых уровнях, после которых прошло достаточно хорошее восходящее движение. Возможно эта ситуация повторится, но нужно ждать подтверждения того, что данный уровень устоялся и цена закрепилась выше данного ценового значения. По индексам, по индексам, которые мы с вами смотрим, индекс DAX на прошлой неделе смог обновить локальный минимум, то есть мы закрепились ниже отметки 11613, это область минимальных значений начала июня, и сейчас мы немного корректируемся. Но опять же вот то волатильное движение, которое у нас было в начале прошлой недели, оно не дает возможность присоединиться комфортно с комфортным уровнем стоплосс по данному активу. Но сейчас с точки того, что вот на инфрейме мы с вами видим, что тенденция здесь восходящая сохраняется, тут я пока для себя останусь также вне рынка и попробую уже заходить непонятно соответственно на покупки после еще одной волны снижения, которую здесь я буду ожидать, но она последует, если например цена сможет закрепиться, но опять же по текущей ситуации ниже области минимальных значений на 11677. По индексу S&P 500 здесь видим примерно точно такую же картину тенденция, здесь сохраняется коррекционно, да, то есть общее движение здесь пока сохраняется восходящее, не смогли мы уйти ниже области минимальных значений начала июня и сохраняется движение пока общее восходящее. Но по индексу S&P 500 также мы видим с точки зрения и часового таймфрейма рост, то есть покупки, но опять же здесь я не присоединился к данной ситуации, то есть она не подходила по моей торговле, по моей стратегии, поэтому тут я показываюсь вне рынка и для себя уже рассмотрю либо еще один заход на коррекцию, если мы сможем обновить локальное меню, но уж если покупать, то опять же не в середине данного движения, а если опять же последует данное коррекционное движение, вот тогда я уже буду покупать данный актив и буду смотреть дальше, как ситуация будет соответственно развиваться. Но по основным инструментам, то что мы хотели разобрать, я вам рассказал, поэтому не забудьте ставить стоп-лоссы во время вашей торговли, не забудьте ставить лайк, если вам нравится это видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео, ну а мы с вами увидимся уже на следующей трансляции, которая будет в среду и поговорим о том, что на рынке произошло и что мы будем ожидать. Всем желаю хорошего начала торговой недели, всем успехов и до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok